Профлист, которым покрыты крыши, обработан специальным раствором. Химическое вещество предотвращает появление следов коррозии. Чтобы перестелить кробли на всех трёх блоках, потребовался месяц. Зато теперь детскому саду не страшны никакие осадки. Нам очень необходим был ремонт, потому что, как дождь пройдёт, у нас были протечки. Ветер подует, у нас шифер слетал с крыш. И тут, когда уже прошёл очень большой ветер, у нас такая необходимость появилась, потому что слетело много листов шифера. Ремонт обошёлся в пять с лишним миллионов рублей. Всё время, что велись работы, садик функционировал в обычном режиме. Сегодня объект со специальной проверкой посетил мэр Иркутска. Представители фирмы-подрядчика рассказали Дмитрию Бердникову. Выполнив работы, предусмотренные контрактом, они решили сделать садику подарок. Бесплатно поменять крышу на восьми верандах. Мэр одобрил. Дмитрий Бердников отправляется дальше. Детский сад номер 100 к первому сентября. Здесь откроется специальный центр для занятий с особенными детьми – лекотека. На входе будут оборудованы пандусы. В игровых комнатах установят специальное оборудование. Посещать занятия смогут дети со всего Иркутска. Бесплатно. Наше учреждение выбрано было не случайно, потому что детский сад номер 100 с 91-го года имел статус коррекционного детского сада. И до сих пор его посещают дети с особыми образовательными потребностями. Поэтому на нашей базе открывается лекотека. Лекотека – это новая форма оказания помощи детям с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не имеют возможности посещать детский сад. Сейчас в областном центре приводят в порядок 34 образовательных учреждения. На эти цели выделено более 200 миллионов рублей. По словам начальника департамента образования города, столь масштабному ремонту предшествовала большая подготовительная работа. Совместно с Комитетом по градостроительной политике, УКСом конкретно, в начале года, начиная с ноября и в январе, прошли визуальное и техническое обследование всех образовательных организаций по значимости и необходимости вычленные приоритеты, на чем строится и дальнейшее финансирование, и разработка проектно-смертной документации. Во время объезда образовательных учреждений мэр побывал также в 71-й школе. Здесь меняют пищеблок. Все работы должны быть завершены к 10 августа. Татьяна Веретина, Александр Барановский. Новости сейчас.